Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это из гладиатора, я просто подумал, так клёво будет Полицейские срублёвки Новогодний беспредел Уже в кино Сервис объявлений со скидками до 90% Юла крутится за вас Препарат для мужчин Лавелас Лавелас в постели ас Итак, друзья, это Ото Сити, Дженерал Джимназиум Токио, Япония И мы в ожидании главного поединка Сегодняшнего вечера Россиянин Евгений Чупараков По прозвищу счастливчик Гилмор Будет пытаться отобрать пояс У действующего чемпиона У японца Масаюки Ито И Это первая защита, кстати, японца Пояса WBO Весит до 59 килограммов Ну или же Полулёгкая весовая категория У микрофона Роман Гришин И сейчас нам как раз представляют Предыдущие поединки Масаюки Ито Боец Уже для этой возрастной категории Довольно-таки Пожилой 27 лет, да Ну то есть для 59 килограммов Это уже серьезно И надо отметить, что Завоевал он этот пояс Не так давно В июле 2018 года Побив Кристофера Диаса И это, кстати, была первая поездка Масаюки Ито За пределы родной Японии Но чем интересен этот пояс Тем, что в период с июня 2016 по май 2018 года Им владел украинец Василий Ломаченко Потом, как мы знаем, Василий поднялся Выше на весовую категорию И, соответственно, пояс стал вакантом Ну а сейчас, да, уже Василий Ломаченко Он супер чемпион в легком весе По версии WBA И WBA, ну и также чемпион Журнала RIP Ну а это На вес 61,2 килограмма Показывают нам сейчас Масаюки Ито В хорошем, позитивном настроении Потому что до этого была Раздевалка Евгения Чупракова И Евгений Вообще не оправдывая Собственное прозвище Был там максимально сконцентрирован Не шутил И даже несколько погрустнее В общем, выглядел Ну вот как раз профайлы сейчас На арену нам транслируют И мы все в ожидании выхода бойцов Ну и слово нашему ринг-анонсеру Ну и честно сказать Иногда сложно понимать Логику телевизионной трансляции Логику вообще организаторов В Японии Потому что, ну, все говорят на местном И о чем они нам сообщают Получается только догадываться по картинке Но я так понимаю, все-таки Это Шоу, которое анонсирует выход бойцов Компании Fuji Boxing Немного, немало И Если мы сейчас видим Масаюки Ито То значит, что японцы В дань тому, что у них все Всегда по-своему Они также нарушают Немного боксерские традиции Потому что, если сейчас Масаюки Ито выходит первый Ну, это необычно Как минимум Потому что Чаще всего Чемпион все-таки На арену выходит вторым Потому что До этого как-то Непосредственно В ринге Я Евгений Чупракова Не заметил Итак, как я уже сказал Масаюки Ито Ему 27 лет За плечами 26 поединков 24 выиграл 12 досрочно Один проиграл Причем проиграл Рики Натио В 2015 году И Было вообще Непонятно Причем проиграл И была одна ничья Одна ничья В начале карьеры В пятом поединке Раздельным решением Судей Ну и при этом Надо заотметить Что Масаюки Ито В общем-то Боец Не самый известный И Пожалуй Единственным индикатором Который можно По которому Можно о нем судить Это Был поединок С Кристофером Диасом Как раз Но с Диасом Получилось очень Здорово Ярко Потому что Там сначала Пытался джебом Перестрелять его На Саюки Ито Потом там даже И в нокдаун Отправил Ну и в итоге До 12 раунда Все это Продолжалось В очень хорошем Разме При этом Ито По стилю Он контрпанчер В основном Но С нестандартной Техникой То есть Смотря поединок С Диасом Он Опускает руки Выбрасывает От груди Достаточно У него такие Удары корявые Не очень По технике Но при этом Удары Сильные Ну и как мы уже отмечали Как мы уже отмечали Абсолютно Подавляющее Большинство Своих поединков Масаюки Ито Провел В Японии Ну и вот Слышим мы уже Трек Группы Пикник И появляется У нас Евгений Чупраков В прозвищу Счастливчик Гилмар Уроженец Екатеринбурга 28 лет 20 поединков Все Выиграл 10 Досрочно Причем Боец Организации РМК Боксинг Промушенс И В профессиональный бокс Евгений пришел Имея за плечами Хороший любительский опыт В составе сборной Свердловской области Команды ЦСКА Остановился Мастером спорта России И вообще Надо отметить Что в секцию бокса Евгения Привел отец И было это Когда Евгению Было 6 лет Дебютировал Евгений В декабре 2011 года Ну и потом дальше В 13-м Был у него бой За титул Чемпиона России В 15-м За титул WBO Европин Также потом Он его защитил Потом WBO Интерконтинентал Завоевал И защитил И было это В 16-м году Ну и в 18-м Году Уже в этом 14-го июля Завел первое место В рейтинге WBO Проведя Поединок Против Эрни Санчеса Там достаточно Был кстати Неприятный Бой Для Евгения Ну то есть Близкий я имею ввиду То есть Неприятный В плане того Что не получился Легким Потому что Чупраков В режиме Слагера Действовал Но при этом Было это Зрелищно И когда Филипинца Не удавалось Застичь Врасплох Он Его ввязал При этом Клинч Тоже не смотрелся Скучно Вот такой вот Парень Евгений Чупраков Который Сейчас Получает Ну наверное Самый главный Шанс На данный момент В своей жизни Попытка Зарывать Титул Титул WBO В полулегком Весе Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, это Токио, Япония Традиционное предновогоднее бойцовское шоу Евгений Чупраков пытается отобрать пояс Вот тут парня, который был до этого на наших экранах Кстати, вот показывают нам Науи Инуэ Также монстр по прозвищу И действующий чемпион А вот у этого парня У Масаюки Ито Вот этот парень будет пытаться забрать пояс Первая защита Масаюки Ито И первый титульный шанс для Евгения Чупракова Спасибо за субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, само собой, публика домашнего чемпиона приветствует очень тепло Ну и сейчас объявление Евгений Чупракова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 головой пободаться может посечь в общем-то боец действительно не самый стандартный не самый удобный скорости пока невысокие но и на отметить да что чупраков вообще ощущение чтобы присматривать цели вот голос русский голос который такой зычный будет звучать сейчас периодически будете его слышать это голос николая попова мне кажется он один готов вот и способен всю эту арену перекричать потому что но часто попадает в наших трансляции как тренер бойцы с урала и соответственно да уже это такая визитная карточка николая попова постоянные подсказки его бойца иногда даже можно не комментировать может и так иронизирую в клинче вяжется сейчас чупраков кстати тоже такой дополнительный у него оружие появилась как мы могли с вами наблюдать но если смотрели вы поединок против фарни санчеса я уже упоминал пару неплохих ударов фото мосоюки и то чупраков на ближней дистанции пытается отрабатывать по корпусу слева очень неплохо правый боковой также зашел под локоть но здесь такой размен корпус голова от мосоюки и то держит пока евгений соперника такая вязкая очень борьба если очень много сил тратится вот в этой работе в клинче низковато опустил голову чупраков но удар не пропустил апперкот заходит у японцев ухты на отходе очень неприятно было сейчас проваливается евгений пытается встречать и ближе к концовке активизировался мосоюки и то но пока по первому раунду я надеюсь что это только лишь пристрелка и разведка вообще евгений не выглядит как человек который очень скоростной быстрый каким и часто его привыкли видеть в предыдущих боях сервис объявлений со скидками до 90 процентов юла крутится за вас новый год это время чудеса время когда любой из нас может стать миллиардером станьте миллиардером в новый год только в русском лото миллиард гарантированно выиграет один или разделят несколько победителей спешите за билетами русского лото на почте в салонах связи лотерейных киосках и на сайте стол а то точка ру с новым годом лавелас лавелас в постели ас второй раунд евгений чупраков мосоюки и то и чупраков в перерыве так достаточно жестко тренер выговаривал женя что ты зажался давай работай потому что что случилось ты же не пропустил каких-то ударов но беседа это то о чем я тоже отметил вам в предыдущем раунде чупраков не выглядит бойцом который сейчас расслаблен хорошо действует и с той хорошей скоростью которую евгений есть вообще нужно бить я дали соглашусь с николаем попова потому что возможно единственное предположение которыми есть это все-таки не очень хорошо сложившийся процесс акклиматизации но потому что разница во времени опять-таки до пускай между токио и екатеринбургом откуда евгений чупраковом меньше чем между токио и москвой но тем не менее все равно она есть плюс другой климат возможен какая-то другая еда абсолютно отличающиеся тянется за ударом чупраков и быстро не получается у него выйти из атаки но в итоге видим мы сейчас с вами клинч очень много да раз кричит также николай попов что ты валишься но возможно да есть такая определенная задумка у самого евгения потому что как мы понимаем сейчас тренер не очень им доволен снова евгения просто отвисеться на соперник что называется немного его измотать вот опять-таки на выходе попадает на сайте это чупраков пытался побежать вперед но не хватает ему вообще катастрофически на мой взгляд ему не хватает скорость опять попытка отработать вблизи но кстати и вблизи действующий чемпион пока очень неплохо смотрится смотрите провалил чупраков правда в догонку удар не отправил вот сейчас хороший справа попадает евгений ну и пропускает тут же от груди не увидел целая серия ударов пришлась ему в голову от масса и кида свернул сторону провалил это чупракова и конечно да чупраков очень издалека начинает атаки а за счет более длинного рычага потому что это повыше на 10 сантиметров 174 а у чупраков 165 если это конечно за счет вот более длинных рук он чупраков встречает 10 секунд до окончания второго раунда попытка активизироваться но опять-таки пока больше клинча чем правильной нужная работа опять на выходе это точно хорошая концовка для японцев сервис объявлений со скидками до 90 процентов юла крутится за вас новый год это время чудес время когда любой из нас может стать миллиардером станьте миллиардером новый год только в русском лото миллиард гарантированно выиграет один или разделят несколько победителей спешите за билетами русского лото на почте в салонах связи лотерейных киосках и на сайте 100 лото точка ру с новым годом лавелас лавелас в постели ас третий раунд тут же обнимается чупраков со своим соперником кстати японцу тренер чем у японца тренер разговаривает по-английски он говорил о том что вот ты держи его на дистанции держи на джебе и близко не пропускай здесь тактика уже примерно понятно чупраков пытается сблизиться звезда ему не всегда удачно получается потому что чупраков в основном работает в режиме слагер слагер боец который пробивает боковые в основном удары ну удара еще по круговым траекториям это боковые апперкоты вот смотрите да то есть же вам сейчас пытался евгений приблизиться к сопернику японец отработал на ногах причем я бы не сказал что у японца очень хорошее перемещение но опять-таки да вспоминая того бойца который владел этим поясом василия ломаченко он здесь перетанцевал вообще и действующего чемпиона и всех последующих 5 прижимается сейчас чупраков но другой вопрос что он и вот из этого клинча особо отработать хорошо у него не получается то есть да просто повисеть немного на сопернике потянуть его вниз но ударов то не так много вот хорошо ну где же скорость евгений где скорость да и тут же ушел далеко здесь для японца это заметно выгоднее просто за счет смещения назад выставляет вперед левую руку и на него на нее евгений чупраков налетает вот еще головой боднул немного массовики это но я надеюсь что все-таки таких эпизодов будет не очень много чупраков кстати так же как и японец но я имею в основном сражается у себя дома то есть для японца только одна поездка была за рубеж раз делом титул завывал хорошо сейчас пробивал массовики это ну а для чупракова он из россии выезжал дважды в сша два боя подряд провел против мика бранча и уилберта митчелла но было это в 2013 году после чего опять-таки дрался в основном в россии и вот видим мы рассечения но очень уж опасно массовики это шел головой вперед и здесь мы получаем до нагнулся и в итоге получилось что чупраков его так в одну здесь мы получаем небольшие шансы для евгения улучшить свое положение потому что здесь вот к третьему раунду пока не очень понятно как евгений собирался выиграть твой и смотрите вроде как окрыленные вот этим повреждением которое массовики это получил евгений пошел вперед немного расслабился 30 секунд до окончания третьего раунда опять много столкновений таких в клинче и прилипает да не дает возможности чупраков пока для себя верно не дает возможности сопернику использовать преимущество в длине рук 10 секунд с опущенной руками по-прежнему действует массовики это хорошо попадает но кстати в концовках это всегда активизируется и будет более скоростны новый год это время чудес время когда любой из нас может стать миллиардером станьте миллиардером новый год только в русском лото миллиард гарантированно выиграет один или разделят несколько победителей спешите за билетами русского лото на почте в салонах связи лотерейных киосках и на сайте стол а то точка ру с новым годом ловелас ловелас в постели ас четвертый раунд достаточно неприятное рассечения получил мосовики и то в предыдущем красоты неудобного опасного даже я бы сказал движение головой евгения чупракова но и сейчас так же как и перед предыдущим раундом это в углу у и поцов все это все спокойно никаких эмоций по сравнению конечно с нашим но это говорят работой на джебе не к вообще не пропускай его работать вблизи здесь провалил хотя очень неплохо провалил это евгения заставил того упасть на четвереньки и это просто говорил тренер действующую чемпион работой просто на джебе оттягиваясь назад и смотрите как очень четко по плану мосовики и то старается сейчас действует все только концу первой минуты четвертого раунда более-менее пропустил чупракова в клинч но тут же из него выбрался присел немного на дальнюю ногу мосовики и то и сейчас старается работать навстречу но он кстати как из предыдущих поединков которые или нарезок который удалось найти он все-таки такой в режиме контур панчера работает очень часто может очень неприятно встретить как сейчас и было еще раз хороший правый пытался порубиться но здесь остался сам мосовики уже на ближней дистанции позволил чупракову ответить а чупракову нужно конечно обходить этот джеб и подходить серийно все таки потому что вот эти одиночные удары они видны и виден старт этих ударов у евгения и конечно для мосовики это на данный момент они какого-то серьезного ущерба во-первых и не наносят и какой-то серьезной опасности тоже не представляют потому что ну все понятно примерно как действует чупраков вот живот услышал да евгений нанес одиночный джеб но я бы еще добавил наверное что нужно все таки работать серийно вот хорошо попадает двоечка кстати чупраков пытался ответить также и то чупраков быстро прижал соперника к себе но клинче нужно отрабатывать еще и в клинче обязательно размена перкотами и ответ на выходе ну сколько можно их пропускать то есть опять натыкается с дистанции пытается отработать масаюки и получается что два бойца не очень неудобны друг другу по стилю потому что чупраков сейчас рвется на ближнюю дистанцию не так много ударов наносят а при этом масаюки не может отрабатывать со своей вот к четвертому раунду ни тот ни другой пока еще свою дистанцию четко не нащупали из какие-то эпизоды получаются но в общем и целом общее впечатление о поединке но такое несколько смазанно заканчивается на счет и раунд пока без повреждений новый год это время чудес время когда любой из нас может стать миллиардером станьте миллиардером в новый год только в русском лото миллиард гарантированно выиграет один или разделят несколько победителей спешите за билетами русского лото на почте в салонах связи лотерейных киосках и на сайте 100 лото точка ру сервис объявлений со скидками до 90 процентов юла крутится за вас продолжается поединок евгений чупраков массовики и то пятый раунд и опять-таки нам показывали в перерыве угол действующего чемпиона и там раз за разом ему продолжает повторять тренер о том что почему ты позволяешь своему сопернику пробиваться на ближнюю дистанцию вот ты видишь у тебя есть рассечения просто показательный очень диалог был ты видишь что есть рассечения это твоя вина потому что ты ему позволил подойти близко где твой джеб вот сейчас кстати очень здорово отработал масаюки он на движение головой и чупракова поймал поставил перчатку и не дал тому сблизиться вот сейчас оттягивается работает с дистанции затанцевал тоже немного чупраков прижимается спиной к канатам вызывает соперника на себя но кстати неудачный неудачная была задумка потому что масаюки и ты здесь выиграл больше в нейтральный угол отправляют действующего чемпиона мне кажется не из рассечения а вот теперь рассечения так поймаю у евгения но не мудрено по течению так такого поединка потому как все складывается чем добрать внимание что приблизительно в том же самом месте сечка у россияне ну что ж по этому показателю здесь шансы сравнялись если будут кого-то снимать на или наоборот не снимать то претензий каких-то быть не может вот пытается теперь уже чупраков встречать вот он сам уже оттягивается поменялся немного рисунок поединка сталкивает его в сторону масаюки это да и чупраков так вытягивая соперника на себя все-таки ну не знаю уж до этого мне кажется таким меньше он ущерба принимал с опущенными руками готовит удар справа евгений остался не пошел перед ну что с пятого раунда смотреть начинает интересней ну а хорошо попадает сейчас чупраков чем среагировала публика на это выискивает опять-таки возможность показал левым пробил справа но на перкот подлавливает его масаюки это закрывается плотным блоком пропускают двоечку чупраков оттягивается назад возможно да и нужно было вот это какое-то потрясение вот это рассечение для того чтобы встряхнуться то что иногда когда такой сонный поединок происходит надо бойцу нужно пропустить тяжелый удар даже надо оказаться в нокдауне и того чтобы резко перестроить ну что решил поиграть по всей видимости евгений и тем самым немного дезориентировал он масаюки это я по-прежнему скорость пока не очень высокая уж особенно для этой весовой категории ну и особенно для евгений может он и побыстрее и должен это делать 10 секунд до окончания раунда минимальное количество клинчей в этой трех минутки мы с вами наблюдали новый год это время чудес время когда любой из нас может стать миллиардером станьте миллиардером в новый год только в русском лото миллиард гарантированно выиграет один или разделят несколько победителей спешите за билетами русского лото на почте в салонах связи лотерейных киосках и на сайте 100 лото точка ру и шестой раунд масаюки это защищает свой пояс против притязания евгения чупракова и чупраков предыдущем раунде честно сказать порадовал потому что сменил он тактику решил перейти к работе вторым номером хорошо попадает левым перкотом сейчас но излишне большие паузы он берет и позволяет как раз масса руки это делать то что японец сейчас делает выцеливать пробивать с удобной для себя дистанции до остался такой непонятный эпизод потому что вроде и не вышел и рука была опущена но только это этим не воспользовался вот сейчас до поджимает действующий чемпион нашего претендента канатом старается его не отпускать неплохо обрезал угол но пережать вот исходя из рекомендации николая по поводу тренера не получается пока это мне кажется тоже не всегда понимает как подстраиваться под россиянина длинный левый боковой на скачке пытался музаюки нанести в итоге контратаковал чупраков но не очень успешно для себя а джеб не очень быстрый надо отметить да и пропускает в ответ вот на союзе евгений и опять переходит уже привычные и видены нами ранее тактики переходя постоянно с ближней дистанции в клинч вот хорошо попал так быстро но правда немного не хватило опять-таки расстояние поэтому удар пришелся уже на излете в подбородок но задумка была неплохая учитывая что и тот и другой берут серьезные паузы и не работают по большому счету серийно потому что больше чем четырех ударов от массовики это я не видел но правда ему в углу сказали что 12 оттянулся потом 123 и опять 12 не больше пока пробивать джеб пропускает чупраков их раз за разом кстати но массовики старается работать экономно и на выбор все понимая что да вот это его сейчас стихия он наконец-таки пора бы уже к середине поединка который вот закончится на просчитать свою дистанцию и уже начать работать более вариативно это же я наверно скажу и евгению чупракову новый год это время чудес время когда любой из нас может стать миллиардером станьте миллиардером в новый год только в русском лото миллиард гарантированно выиграет один или разделят несколько победителей спешите за билетами русского лото на почте в салонах связи лотерейных киосках и на сайте 100 лото точка ру сервис объявлений со скидками до 90 процентов юла крутится за вас большое количество эмоций в российском углу у японца все по-самурайски выдержано и четко но и сейчас как раз масаюки сказали что заставляй его двигаться на тебя просто работой джебом но акцентирует раз за разом тренер масаюки акцентирует внимание своего спортсмена на том чтобы уходи на дальнюю дистанцию пробил оттянулся пробил оттянулся но и как заведенный конечно масаюки это старается это делать но и сейчас обратить внимание что он не так уж активно идет вперед он просто поддавливать за счет движения чупракова потому что чупраков сам пока оттягивается назад и здесь наверное для контрпанчера для это это чуть менее удобно участвовать и пропустил удар справа навстречу но джеб практически не работает учу прокола просто рекомендую вам обратить внимание на левую руку японца и на левую руку евгения насколько медленнее и скажем так по непонятной траектории вкручивает удары евгений попадает с этим правда казалось под низковато пробил масаюки это пытается включиться сейчас и активизировалась публика само собой опять ближняя дистанция которая теоретически удобнее чупракову но здесь смотреть отрабатывает просто безнаказанно отрабатывает сейчас масаюки это по нашему спортсмену апперкот боковой также заходит целая серия это вцепился капом на мой взгляд выпало мне показалось евгения чупракова пытается он завязать руки своего соперника да и сейчас рефери увидел на что выпало капа но отличная серия конечно для масаюки это как бы я не поддерживал евгения но вот честно скажу наш спортсмен сейчас к огромнейшему удивлению к огромнейшему разочарованию ничего не показывает стоящего это не чемпионский бой какие-то главный бой в карьере сейчас для евгения смотрите же творит на свои кита только-только буквально вот вернули вернул рефери бойцов в обратно поединок разрешил драться опять зажимает уже в другом углу масаюки это а а ну здесь там большое количество эмоций в углу и поэтому рефери мешал все все вот так вот друзья без нокдаунов да просто серийно отработал масаюки это ну честно сказать да мне кажется он был близок наверное к тому чтобы евгений отправить иногда он несмотря на то что евгений парень крепкий и не сдавался бы до самого последнего момента пока сильно свет бы не потух но не знаю что произошло честно вам скажу в команде потому что надежды были огромнейшие подготовка что-то пошло изначально вот самой первой секунды боя что-то для евгения пошло не так что-то не срослось никак он седьмой раунд да никак он не мог нащупать ни дистанцию свою не свой поединок и я не поверю что масаюки это оказался настолько неудобным бойцом что за 7 раундов к нему не смогли найти подход потому что честно скажу евгений чубраков был не похож сам на себя в этом поединке но здесь конечно от осити дженерал гимназиум взрывается аплодисментами потому что масаюки это защитил свой пояс до первая защита пускай получился ни к яркой не такая зрелищная но я имею ввиду конечно с точки зрения течения самого поединка но это досрочная победа это досрочная победа это первое поражение к большому сожалению евгения чубракова и конечно я думаю что какие-то вот выводы из этого надо делать потому что до драться у себя дома потому что огромное количество поединков евгений чубраков проводил вообще в родном екатеринбурге то есть он даже за пределы екатеринбурга не так часто выезжал ну была поездка в барнаул в москву но вот все основные свои бои наверное да то есть и завоевание в том числе wbo intercontinental и европеин они все произошли в екатеринбург возможно вот это вот непривычность атмосферы непривычность того что ты куда-то уезжаешь на и вот домашние стены и вот это все но как-то очень неправильно действует на бойца но это друзья только лишь мои предположения потому что вы бой видели сами здесь особо-то рассказывать что сложно же честно сказать но кроме разочарования именно формой бойца не бойцом самим да именно той формой тем как он провел этот бой здесь наверно для наших болельщиков ничего не было здесь конечно и большое интервью масаюки это с радостью бы вам его перевел но по японски умеют только считать до 10 поэтому ну я не думаю что здесь будет что-то новое вот слов действующего чемпиона в общем то как прошел бой как все было но бой то для него прошел тоже не очень удобно надо отметить просто в какой-то момент он включился он хорошо попал по евгению и поймал вот этот момент я вам уже рассказывал о том что было ощущение что он прощупал свою дистанцию к шестому раунду было пора прощупал попал и начал вкалачивать ну и здесь конечно рефери еще вмешался там видимо была какая-то ситуация за рингом которую нам не показали и 3 ринге принял решение все это прекратить ну и здесь конечно надо отметить да что и вот это вот движение головой еще непонятное со стороны и того и другого бойца которое привело к этим серьезным рассечением но здорово поработали катманы что в российском углу что здесь в японском что эти сечки они так или иначе на ход поединка не влияли влияло что-то другое а что это наверное уже знают только бойцы и мы вряд ли это когда-нибудь с вами узнаем благодарит я думаю массой кида сейчас свою публику публика благодарит его в ответ у него кстати здесь супруга с дочкой также присутствует на арене но и явно порадовались они за вот этого парня кстати здесь в этой же категории еще есть жиронта дэвис есть мигель берчальд и тэвин фармер в общем-то массовики и то я думаю пока ему нужно как минимум я бы так сказал штук пять защит провести прежде чем выходить на уровень ну как минимум жиронта дэвис на этом друзья все вот так вот не очень удачно для евгения чупракова сложился этот предновогодний поединок но всякое бывает вас с наступающими праздниками для вас сегодня работал роман гришин болите боями и счастья вам в новом году побеждайте достойно счастливо пока